Приветствую вас в ближайшем к столице Подмосковья, а конкретно в Сателите нашего города, а конкретно в Химках, где на арене Химки сегодня состоится, наверное, самый яркий по вывеске матч очередного 12-го тура МЛБ в первой лиге сезона 24-25. И в этом матче Торпедо примет Сочи, команда, которая совсем недавно играли в российский премьер-лиге. Правда, Торпедовцы отправились в лучшую лигу мира годом ранее. И сегодня мы ждем матч между двумя командами, которые априори считаются играющими. Ну и давай пока ждем стартового свистка. С днем рождения поздравим сразу двух легионеров из Торпедо. Так уж совпало, что в один день торжествуют Боин Роганович и Марио Чурич. Ну и вчера традиционный на предматчевой тренировке вот этот коридор поздравителей, Тумаков поздравительных. Посмотрим, в каких кондициях он сегодня. Подача от Макарчука. Принимается мяч Кравцовым. Пас назад. Удар. Это, кстати, смотрелось довольно опасно. Да, на часа ведра приложился быть здоров. Очень большое пространство перед ним было. Опорная зона Торпедо. Ну вот прям растаскали ее этими передачами короткими. И на чужой половине мы, по-моему, полноценно увидели только сейчас. Роганович! Здорово добивание можно было осуществить. Какая была подача бой на Рогановича. Еще один прострел, только уже в грудь Павла Маслова. А вот это уже первый голливой шанс на 20-й минуте после розыгрыша мяча от Стандарта. Бас пяткой на Мамаду Камара режет он угол. Еще одна передача. Снова неудобная. Снова неудобная. Вопрос, конечно, серьезный. Да, до ворот было очень далеко. Но это Ираклий Манелов. Он такой очень любит. Все за пределами штрафной, за исключением Дегтева. Смотрим за навесом. Есть скидка. Продолжается атака. Удар с левой положения. Но при этом давайте подчеркнем, что достал до мяча Дегтев. Сложился. Сумел свои действия скоординировать под удар Глеба Шевченко. Да, Дегтев красавец. Ну и давай техническую оснащенность Глеба Шевченко тоже отметим. Мы сегодня уже немножко так притирались к этому футболисту. А дальше Егор Данилкин. Но это еще не конец. Атаки команды с юга России. Барсы справа интересные движения затеяли. Обратная передача. Прострел. Удар и гол. 1-0. Мартин Крамарич. Как они красиво это раскатали через правый край. Вот это да. Вот это да. Знаешь, стоило ждать 45 минут для того, чтобы увидеть такую комбинацию от Сочи. Здесь прям какой-то Сочи Сити после такого эпизода. Да. Фучебол. Фучебол просто после сейчас. Согласись. Проводя параллели с Манчестер Сити. Ну это действительно было круто. Невероятные скорости. И самое главное, что крутейшим образом отлаженное движение каждого футболиста. Каждый знал, где должен находиться. Не тратил вообще каких-либо, какого-либо времени на принятие решений. Отыщите. Подкат великолепный от Кравцова. Чистый, пограничный, но при этом в мяч продолжается атака автозаводцев через правый край. Подача с дуал. Попускается гач. Да. У него левая нога. Та рабочая передача. Гол. Игарбунов. 1-1. Торпеды сравняли. И сработали эти замены. Но они просто... Если бы что-то сработало, то это в любом случае касалось бы замен. Потому что вся группа атаки новая у торпеды теперь. И Галкин, который не является инвертированным фланговым атакующим футболистом. Он бил. И он бил. И он бил по воротам. Давай скажем. Мне показалось, что это была передача. Мне показалось, вот в моей точке, казалось, что он разглядел Горбунова. И именно, что отправлял мяч, да, сильно, да, низом, но именно в ногу своему партнеру. Но в конце концов это не суть важна. Да, он бил по воротам 100%. Он не смотрел на вороты в момент, когда к мячу прикладывался. Так и торпеда через правый край. Все сплошь свежие. Руслан Червяков на рывочке ставит плечо. Просрел в второй этап. Максимов! Максимов! 2-1. Торпеда! Слушайте, ну здесь просто карнавал на скамейке торпедов. Максим Максимов практически ко мне прибежал обниматься. И сумасшедший абсолютно взрыв эмоций на фанатской трибуне. Я думаю, что из крупных, конечно, это показывают. И Олег Георгиевич Конан сюда же прибежал. Здесь самое главное, за травму Максимову не нанести, потому что настолько крепко его обнимают. В истории под элитного российского дивизиона я говорю это абсолютно серьезно. Магаль, скидка, удар в касание. Они сравнивают счет благодаря стандарту. 2-2 Сочи! Перепразднули, получается, да? Перепразднули, зависли. Что-то будет сделать, может быть. Это не исключено. И как-то настолько легко получилось, что Сочи счет сравняет, что... Я просто диву даюсь. Как же так? А где торпеды-то были? Павел Милешин, первый гол за Сочи в Малбет первой лиги после филигранной, идеальной скидки после подачи Руслана Магаля от флажка. Будет еще какое-то время на какую-то атаку одной из двух команд, поскольку уже седьмая из пяти компенсированных минут и звучит финальный свисток. Макс, тебе слово. Ну что, классный матч мы посмотрели, друзья. Это было очень антуражно, это было очень эмоционально. И мы заслужили это зрелище, наверное, ничего другого мы от матча торпеда Сочи, безусловно, центральной игры в этом туре. И не ждали командам, ну просто низкий паклон за эту игру.